Друзья, привет всем! В этом видео я вам расскажу, какая ситуация у нас сейчас на рынке, какая ситуация за окном, что я вообще собираюсь сейчас делать, расскажу, куда инвестировать 500 долларов, это очень распространенный вопрос, и расскажу, насколько выросло мое финансовое состояние. Итак, ребята, перед нами наш рынок, перед нами индекс S&P 500, смотрите, рынок возвращается к максимумам, акции растут, на дворе у нас вроде бы растет безработица, число зараженных растет, хотят у нас опять усилить карантин, но что я вижу, ребята? Людей на улице полно, у всех все хорошо, люди в парке отдыхают, гуляют, бухают, в ресторане негде сесть, в крутых, дорогих ресторанах нельзя вот просто зайти, в выходные дни ты не сядешь, нужно бронировать. Мы вот гуляли в среду, проходили возле крутого ресторана, думал, ну вот мы сядем, да, ну среда же, ну точно будет свободно, мы не смогли сесть даже в среду, все забито. И вот где кризис, да, ребята? Потому что кризис, это когда ты идешь, рестораны закрыты, все закрыто, ни хрена, все открыто, все работает, все шикарно, сейчас я учусь на капитана, вожу яхту, спросил я у владельцев яхт, ребята, как у вас ситуация? Я говорю, у вас, наверное, все просело, да, с карантином, они говорят, наоборот, все выросло в разы, потому что люди, да, остались, никуда не полетели и все сейчас катаются на яхтах, все ищут, чем бы заняться вот у нас, в столице. Бизнес пошел вверх, все пошло вверх, вот и все. И плюс сейчас, смотрите, что у нас сейчас? Диджитализация, все в интернете, онлайн заказываем, мы все заказываем, вот почему рынок вырос. Все шикарно, у всех все отлично, вы посмотрите, кто сейчас в топе, да, Amazon, Facebook, Google, у всех все отлично, Apple, также печатаются деньги, в экономику вливается куча денег, цены на недвижку не просели. Вот здесь они у нас начали проседать, теперь опять все нормально. Почему должно быть падение? Да, все говорят о падении, но когда все говорят о падении, когда все говорят, не будет падения, да, может быть, боковик. Жду ли я падения? Конечно, жду. Конечно же, жду, но сейчас что я буду делать? Что я делаю? Ничего не делаю, вообще ничего не делаю. Все растет, все отлично. Мое состояние растет, деньги идут. Зачем что-то делать? Зачем вот тут мне рисковать, да, покупать дорого? Здесь очень дорого что-то покупать, поэтому я просто жду. Что я думаю может быть? Может будет боковик, да? Чтобы произошло какое-то жесткое падение, я вот не знаю, что должно произойти. Если коронавирус даже не смог вот так сильно повлиять, я надеюсь, что он еще повлияет. Блин, всю планету закрыли, рынку похрен. Понимаете, ребята, вот в какое время мы живем, да, никто не знает, что будет. И плюс реально время сейчас интернета. Тот, кто в интернете, тот будет зарабатывать бабки. Как сказал Билл Гейтс, если вы не в интернете, у вас нет бизнеса. И интернету похрен, да, этот коронавирус, всем срать. Люди сидят дома, люди заказывают какие-то там платные подписки, смотрят новости, сериалы, все шикарно, акции растут. Люди пользуются техникой. Вот какая сейчас ситуация, да. Это не ситуация там Форда, это не ситуация Рокфеллера, да, когда была нефть, когда были заводы. Вот тогда, да, какая-то херня случилась, все, да, а сейчас интернет. Сейчас вы можете зайти, что-то набрать, посмотреть, везде все узнать, тогда такого не было. Вот тогда кризис жестко, да, обваливал экономику. Сейчас непонятная ситуация. Я, конечно же, жду, ребята, падения, но сейчас я жду, я ничего не делаю. Перейдем к моему состоянию. Покажу вам, почему я так поступаю. Итак, перед вами мои активы, мои пассивные источники дохода. Чем больше круг, тем больше денег. Видите, да, что больше всего денег у меня в недвижимости. Итак, смотрите, сколько я заработал за полгода. Вот ровно-ровно за полгода. Вот прошло уже полгода. За половину 2020 года. Недвижка мне принесла 6%. Смотрите, как все шикарно. Какой нахрен кризис? Акции 14%. Это нахрен в кризис. 14% акции пошли вверх. И плюс у меня много акций высокотехнологичных компаний. Все четко. Они перекрыли Боинг, они перекрыли Макдональдс, они перекрыли Кока-Колу. Дальше металлы. 17%. 17% за полгода на металла. Кто мог подумать, что вообще золото вот так вырастет. А теперь это уже логично, да. Потому что какая сейчас у нас ситуация в мире. Люди нихрена не знают, что будет. Акции дорого. Многие боятся, что доллару там конец. Кто-то не хочет держать деньги в валюте. Альтернатива золото. Все начали покупать золото. Золотом проще всего. Вот почему золото начало расти. Дальше пирамиды. 12% но это не за полгода. Это там за 3 месяца. Потому что я уже все пирамиды закрыл. Пирамид у меня сейчас нет. Вот пирамиды мне 12% принесли. И крипта конечно же минус 7%. Я считаю основную крипту. Где больше всего у меня денег это биткоин, лайткоин, эфир. Все. Остальное все я вообще не считаю. Потому что там шваль она вообще обесценилась. Вот. Крипта мне принесла минус 7%. Вот вами кризис. Смотрите. Есть мне покупать смысл сейчас акций? Конечно же нет. Зачем их сейчас мне покупать? Они дорого. И так они растут. То есть деньги у меня есть. Да. Есть два варианта. Сейчас купить и рискнуть. Но можно потом хорошо так просесть. Да. Если сейчас начнется там обвал. Можно так на 3 года. На 3-4 года потерять деньги. Зачем это мне? Да. Если я сейчас при деньгах. И все отлично. Да. Если что. Я сейчас не заработаю. Да. Но я останусь при деньгах. Так что сейчас ребята. Я никуда не инвестирую. Также вот обращаюсь к ребятам с моего закрытого чата. Потому что люди вот задают вопросы. Тарас. Расскажи куда? Куда вкладывать? Куда вкладывать? Самый распространенный вопрос. Куда вложить 500 долларов? Как вы думаете ребята? Куда сейчас вложить 500 долларов? Этот вопрос мне очень часто задают. И у меня на этот вопрос всегда один ответ. Никуда. Вообще никуда. Вот если у вас есть 500 долларов. Отлично. Чтобы конечно же понять почему это очень хороший ответ. Вложите куда-то эти деньги. И вы поймете почему мой ответ самый лучший ребята. Если у вас есть 500 баксов. Никуда их не нужно вкладывать. Держите эти деньги при себе. Все. Я для вас опять достал свою коробочку Dior. Мой неприкасаемый запас. Вот уже сколько здесь денег. С 16 года. Здесь есть деньги с 16 года. 100 долларов, 500, 1000 с 16 года. И я их никуда не трачу. Я откладываю. Это мой неприкасаемый запас. Да. Он обесценивается. Инфляция съедает эти деньги. Но это мой неприкасаемый запас. У каждого он должен быть. Если у вас есть 500 долларов или 1000 долларов, никуда их не вкладывать. Если у вас есть 500 долларов или 1000 долларов, отложили. Пусть эти деньги лежат у вас в долларах. Если у вас есть 2000 долларов, окей. 1000 в долларах на 1000 купили золото. Это вы уже начинаете создавать свой капитал. Все. Эти деньги всегда с вами. Эти деньги вы никогда не тратите. Только будете доставать потом в будущем. В будущем. Проценты. Есть у вас 5000 долларов. К примеру, 2000 в долларах, 1000 в золоте, 3000 в акциях американских компаний. Все. Появилось у вас еще там 300 долларов. Можно попробовать высокий риск. Вот, в крипту вложили 300 долларов в крипту, купили по дешевке, пусть лежит. Все. Эти денежки с вами. Еще там 1000 долларов появилось в акции. Понимаете? Вот как это делается. И вы наращиваете, наращиваете свой капитал. Смотрите, если бы вы каждый месяц вкладывали в акции американских компаний на протяжении 10 лет, вы представляете, сколько бы было у вас денег? Вот каждый месяц, вот, 30-го числа, каждого месяца вы вкладываете 100 долларов в акции американских компаний. Покупаете там индексный фонд какой-то, S&P 500, вот, покупаете S&P 500. Каждый месяц по 100 долларов. Через 10 лет вы сможете на эти деньги уже себе квартиру купить. Понимаете? Так бы вы просирали эти деньги. Это 100 долларов. Для тех, кто нормально зарабатывает, это копейки. 100 долларов в месяц. Вы можете купить квартиру, вы можете ребенка там отправить куда-то учиться. Так у вас этих денег не будет. Каждый месяц по 100 сраных долларов. Вот если бы вы начали, к примеру, с 2010 года, к концу 2020 года, у вас было бы там уже, не знаю, 30-40 тысяч долларов. Ну, может быть, меньше. Это нужно считать. Ну, понимаете, к чему я веду, да? Так бы вы эти деньги просирали, а так вы откладываете это в ваш капитал, в ваш капитал, в ваш капитал. И он с вами всегда. Вот ваш капитал с вами всегда. Хорошо. Все, насобирали вы 20-30 тысяч долларов, купили себе квартиру. Вот как я, свою первую однушку. За 33 тысячи. Купили квартиру за 33 тысячи. Все. Капитал с вами остался, понимаете? Те же деньги, они с вами остались. Теперь у вас есть квартира, и она приносит вам в месяц 500 баксов. Шикарно. И это я взял только 10 лет. А что будет за 40 лет? Там вообще будут уже другие цифры, потому что инфляция, да, это понятно. Но потом в старости вы не будете считать там копейки, как купить лекарство. Все, у вас уже есть пассивный доход. У вас уже есть там три квартиры, у вас уже есть акции. Все, вы живете на пассивный доход. И когда вы уже там будете дедушкой, бабушкой, не знаю, будете уже просто путешествовать себе в свое удовольствие. Вот и все. Вот так вот нужно жить. Но чтобы так жить, нужно уже сейчас об этом думать, понимаете? Итак, ребята, по этой схеме, я думаю, вам все понятно. Вот как я распределил деньги. Ну, еще есть наличка, я ее не считаю. Вот. Чем выше риск, тем меньше денег вы вкладываете. Чем ниже риск, тем больше денег вы сюда вкладываете. Ну, это логично. Это прям азы, основы финансовой грамотности. Вы также можете распределить деньги. В каких акциях у меня деньги? Об этом я рассказываю в своем курсе. Там подробно написано, в каких акциях у меня деньги, в какой недвижимости у меня деньги. Сколько процентов у меня в золоте, в каких пирамидах я участвовал. Напоминаю, я пирамиды все закрыл. Сейчас я рассматриваю еще одну пирамиду. Пока пирамид у меня нет. И в какой крипте у меня деньги. Это вы все можете посмотреть в моем курсе. Курс я с продаж не снимал. Также сейчас высокий риск. Куда я вкладываю деньги в IPO? Я сейчас изучаю инвестиции в IPO. Пока я вам ничего не могу сказать. Там много вопросов у меня еще осталось. Много нюансов. Об этом всем я расскажу, конечно же, ребятам. В закрытом чате. Там, где я общаюсь лично с ребятами. А вам уже расскажу, не знаю, наверное, через полгодика. Мне нужно все проверить. Посмотреть, как все работает. И опять же, на это я выделил меньше всего денег. Ну, это понятно. Потому что это высокий риск. Там мы в короткую работаем. Ну, в короткую это 3 месяца. За 3 месяца вы можете получить доход. Потому что локап период 3 месяца. То есть вы вкладываете деньги в акции. И только через 3 месяца можете их забрать. Вот такая вот тема. Это что касается IPO. Короче, если вам интересно, присоединяйтесь ко мне в закрытый чат. Ну, чтобы туда попасть, понятное дело, нужно купить курс. Ссылочка в описании. Идем дальше. Итак, вы все видите сами. Какая у нас ситуация на рынке. Я думаю, возможен такой сценарий, что у нас будет боковик. Может быть, до 2023 года будет боковик. И я не знаю, буду ли я инвестировать или нет. И, ребята, смотрите. Смотрите, да, куда движется мир. Просто смотрите, куда движется мир. Это очень важно. Если вы понимаете, куда идет мир, вы будете при деньгах. Ну вот, давайте посмотрим. Кока-кола. Смотрите. Падение, да, вот какой-то боковик здесь. Макдональдс. Падение, там, какой-то боковик. Смотрите, Apple. Видите, какой рост. Смотрите на Теслу. Что творит Тесла? Да, понимаете, да, к чему все идет. Я, когда год назад увидел, год назад увидел, как человек в супермаркете рассчитывается часами, я просто охренел. Я говорю, блин, что, так можно? Понимаете? Потому что я человек еще такой старой закалки. Я привык пластиковыми картами рассчитываться. А пластиковые карты сейчас отходят. Все телефонами там стоят, этим телефоном мучаются, что-то там разблокируют. Оно у них не проходит. Поэтому я люблю картами. Короче, телефоном рассчитываются, часами рассчитываются. Смотрите, куда идет мир, ребята. Вы могли представить, да, что 5 лет назад там люди будут рассчитываться телефонами, часами. Ну, что за бред? Сейчас это в порядке вещей. Сейчас этому никто не удивляется. Вот куда идет мир. Оцифровка полнейшая, да. Все, что может быть оцифровано, будет оцифровано. Вот такая вот ситуация. И нужно за этим следить. Так, что у нас по Uber? У меня есть акции Uber. Я покупал Uber на какой-то из этих просадок, уже не помню. В сентябре или в ноябре. По 30, по 30. Сейчас он 30. Uber у меня в высоком риске, как и Tesla. Давайте посмотрим, что с золотом. Вот наше золотишко. Вот где я покупал золото, вот в этом периоде. 45, по 48 брал. 45, 46, 48. Вот в этом диапазоне я покупал. Вот максимальное значение. Вот что у нас с золотом. Да, люди не понимают, что им делать, поэтому вкладываются в золото. Вот мой прогноз по золоту. Вот золото будет сотку. Это мой прогноз. Будет сотку стоить к 25 году, я думаю, точно. И вот начнется новый цикл, да, когда золото обновит свои максимумы. Вот. Уже подбирается, вот смотрите, к максимумам. 58, 60. Да, скоро золото обновит свои максимумы 2011 года. Вот, я думаю, начнется новый цикл, и она уже пойдет к сотке. Вот такая, ребята, ситуация. Что еще здесь интересного есть? Найк. Найк тоже вернулся к своим максимумам. Гугл тоже. Вот, смотрите, Адолб. Видите, что творят эти компании. В крипте у нас боковик, видите, да, что с биткоином. Поэтому много денег в крипте держать не нужно. Одни говорят, что она пойдет, и биткоин будет там 100 тысяч долларов. Одни говорят, что вообще до нуля упадет. Вот такая вот, ребята, ситуация. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Если это видео было для вас полезным, интересным, обязательно поставьте ему лайк. Я думаю, вы для себя сделали определенные выводы. Подписывайтесь на все мои каналы полезные. Ссылки в описании. Ссылка на курс в описании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на основной канал Инстардинг. Ребята, напоследок скажу, вы должны развиваться в трех сферах. Финансовая грамотность. Это основа. Здоровье и отношения. Вот. Это самые важные сферы. Без этих сфер, если вот в них не развиваться, если не прокачивать себя каждый день в этих сферах, нормальной жизни не ждите, да. Нужно всегда в этих сферах расти. Всегда. Потому что вот финансы, отношения, да. Мы с этими темами сталкиваемся каждый день. Мы каждый день сталкиваемся с деньгами. Соотношениями между людьми. Мы этому ни хрена не учимся. И потом удивляемся, почему у нас проблемы с отношениями. Почему у нас проблемы с деньгами. Да потому что мы не развиваемся в этом. Это основа основ. Это самое главное в жизни. Отношения, финансы, здоровье. Все. Потому что каждый день это с нами. И люди в этом не хотят развиваться. Вообще не хотят в этом развиваться. Задумайтесь над этим. Вы сейчас можете позаботиться о своей старости. Вы сейчас уже можете позаботиться о своих детях. Все зависит от вас. Начинаете уже сейчас. Уже сейчас пошли и отложили денежку. Все. Это ваш капитал до конца ваших дней. Если вы так будете откладывать. Вот каждый месяц или каждую неделю ваша жизнь кардинально изменится. И не нужно пренебрегать там какой-то одной сферой. Вот. Все фигня. Я духовный человек. Финансы не важны. Все важно. Но ты кушаешь, ты покупаешь себе что-то. Как это финансы не важны. Вот я поражаюсь таким людям. Здоровье, духовность, финансы это фигня. Три сферы. Развиваться нужно в трех сферах. Не нужно что-то выкидывать. Не в деньгах счастье. Не в здоровье счастье. Во всем счастье. Счастье во всем. Вы никогда не будете на 100% счастливым человеком. Полностью счастливым. У вас никогда не будет гармонии. Если вы какую-то сферу забросите. Вы должны это понимать. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Всем финансовой безопасности. Больших денег. Любви. Счастья. Здоровья. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!